В день, когда Мура, принцесса двух королевств, пошла в школу, все говорили плохие слова. Когнитивный диссонанс и жопа. Плохие слова деда были когнитивный диссонанс. Мурины плохие слова были сволочь и жопа. Жопа было самое плохое слово на свете. Даже попа было неважное слово. Дед иногда говорил, у Муры мемориальная попа, имея в виду, что она своей личной попой сидит на коленях у разных вполне исторических личностей. Но даже в этом контексте попа звучала двусмысленно. Ведь всем воспитанным людям известно, что попы у человека как бы нет. Что касается других частей тела, то чаще всего в доме упоминались уши. Здесь чьи-то уши. Предостерегающе говорил кто-то из взрослых, имея в виду Мурины. Или это не для детских ушей. Мурины уши так много всего недетского слышали. Например, откуда бывают дети? Дети бывают у кого от ума, у кого от глупости, у некоторых от секса. Лично она, Мура, родилась от глупости и секса. Мура знала, зачем ее маме Лизе в 17 лет нужен был секс. Чтобы был. Без секса Лиза считала себя хуже других, а с сексом лучше других. Все, что Мура подслушала насчет секса, было ей совершенно понятно. Когда у тебя есть что-то, чего нет у других, секс, новый велосипедик, барби, может показаться, что ты лучше других. Дед говорил, дорогая Мура, никогда не думай, что ты лучше других, это крайне глупо. Человек всегда лучше других, только в собственных глазах. Лиза, получается, деда не слушалась. От Лизиной глупости и секса родилась Мура. Все, что не предназначалось для детских ушей, в них попало. Сплетни, романы, измены, разводы. Мура так много знала того, чего знать нельзя, что Мурины уши могли бы написать роман и назвать его «любовь и измены» или «супружеская жизнь» и даже «психология сексуальности». У Муры, кроме ушей и попы, были еще талант и красотища. Дед говорил о ней, талант и красотища все спишут. В сущности, этим все сказано. Мура – талантливая красотка, и есть что списывать. Ну, с красотой ясно. Деду очень нравилась его Мура. Но какой же у Муры был талант? Мурин талант был. О, у Муры был не один талант. У нее было множество талантов. Талант – подслушать, все знать. Талант – интерпретировать свои знания о мире. Талант – делать вид, что вникает в то, что ей говорят, и задавать правильные вопросы. Талант – моргать сообразительно и понимающе. Талант – приластиться. Талант – выпрашивать. Талант – вставить словцо в разговор взрослых. Совершенно очевидно, что талантов у Муры не счесть. Как у каждого человека, у Муры был свой мир. Свой мир был прекрасен, как компот. А изюмом и черносливом этого мира были дед, главная бабушка, Барби, а также пупсики. Центральное место в своем мире принадлежало деду. Дед и в других мирах был не последним человеком. Главная бабушка, Дуся, в других мирах была не так известна, как дед. Но она была главной по Муре. Что Муре надеть? Что читать? Можно ли начать учить ее рисовать графики и извлекать корни, и когда Мура будет готова к школе? Главная бабушка утверждала – в 10 лет. В 10 лет ребенок уже готов к школе. Ее не смущало, что в 10 лет Муру не примут в первый класс. «Не примут и не надо», – говорила Дуся, намекая, что на домашнем обучении еще никто не пропадал. Дед говорил, что это типичный случай салепсизма. Мура думала, что саплесизм – это насморк, и старалась не шмыгать носом, ведь из-за саплесизма ее не примут в школу. Но оказалось, это не насморк, а немного другое. Главной бабушке кажется реальным только собственное сознание. «Дусенька, но как же образование?» – спрашивал дед. «Я тебя умоляю. Какое образование? Чистописание? Пение? Жили у бабуси два веселых гуся?» Мура сама прочитала Коливалу. Говорит на двух языках, на трех, считая родной. «Умеет возводить в квадрат». Тут не возразишь. Мура умела возводить в квадрат два, три, четыре и пять. Кроме того, знала много умных слов, которых не знали другие дети. Интеграл, производная, энтропия, электрон, а также скобки. Дед ласково смотрел на Дусю Бармача. «Ну, Дусенька, тебе решать». Но все же элитарное образование не заменит эголитарное. И уходил в кабинет писать свои закорючки. Дуся ласково смотрела вслед Деду Бармача. «Ну, ты известный зануда». Дед был не столько известный зануда, сколько известный ученый. Итак, Дед, 55 лет. Физик, профессор, доктор очень сложных для понимания наук, русский, беспартийный. Никто, ни гости, ни случайный водопроводчик не смог бы перепутать Деда с Мурой или главной бабушкой. Деда с легкостью можно было отличить от всех остальных людей в доме. У него в руке всегда была ручка. Дед записывал свои закорючки, где придется. На газете, на салфетке, на скатерти. За корючками он выражал свои мысли, как другие люди выражают свои мысли словами. У Муры мысли были долгие, а у Деда короткие. Подумает и сразу запишет за корючками. В жизни Деда было одно правило — начинать утро с работы и работать весь день. А у Муры и ее мамы, Лизы, было много правил. Слушаться старших, не грубить, не читать сам из дат в метро, доедать все до конца, хорошо учиться в аспирантуре, не показывать пальцем, не кричать, не возражать, не огорчать, не совершать. В Муриной жизни было особенно много правил. Прямо с утра начинались правила. Умываться, делать зарядку, завтракать, все доесть, в любую погоду идти по фонтанке в летний сад — с «совсем не то». «Совсем не то» была няня. За глаза ее называли «не то, что няня Пушкина». «Совсем не то». А когда не было времени произносить такое длинное имя, просто «совсем не то». Например, «совсем не то» приготовила борщ. В летнем саду няня старалась найти скамейку, на которой уже кто-то сидел. Садилась и заводила разговор. Мура болталась вокруг скамейки. Няне было бы удобнее разговаривать, посадив Муру на соседнюю скамейку и привязав ее к скамейке поясом от пальто. Но Мура болталась тут же, и няня шепотом рассказывала, что работает у богатых. Перечисляла признаки богатства. Телевизор, магнитофон, джинсы, машина-москвич, и она, няня, говорила, что хозяева у нее нормальные. Дуся — еврейка. Хозяину повезло, что у него молодая жена-красавица. Но Дусе еще больше повезло выйти замуж за богатого. Совсем не то говорила. Наш дед — это вам не баран чихнул. Статус деда в ее глазах все же определялся не богатством, а профессиональным успехом, что, конечно, делало ей честь. Совсем не то все время мелькала перед глазами, но в свой мир не входила. Мура любила ее не больше стола или стула. Центральное место в своем мире было занято дедом, а второе центральное — бывает и два центральных места, как будто король и королева сидят рядом на троне — принадлежало главной бабушке Дусе. Муре все семейные подробности были известны. Дуся — вторая жена, молодая жена, а первая жена деда, мать Лизы, умерла давно. Мура не знала, когда именно, но давно. Давно для Мура означало «до революции». Знала, что Лиза недолюбливает Дусю за то, что она молодая жена, хотя и одобряет за то, что у нее хотя бы нет детей. Так говорила Лиза своим подругам. Итак, Дуся — главная бабушка. Сорок лет. Золотая медаль. Красный диплом. Преподаватель английского языка в медицинском институте. Беспартийная. Еврейка. Красавица. Ох, какая же Дуся была красавица! Про главную бабушку гости говорили «вылитая Вивьен Ли». Похожа на красавицу девятнадцатого века, которую преследуют превратности судьбы. И как будто сошла со старых открыток с Линой Кавальери. И лучший образец иудейской красоты. Иногда Мура сама придумывала комплименты и передавала их Дусе якобы от гостей. Например, гости сказали, что ты самая красивая в мире, и тебе нужно носить дель-катэ. Этот комплимент был особенно удачный. Его часто цитировали. Мура считала, что главная бабушка слишком застенчива, всего боится, студентов, своего заведующего кафедрой, жизни в целом и мышей на даче. И ей пойдет на пользу лишний раз узнать, что она самая красивая в мире. Больше всего на свете главная бабушка боялась, что Мура вспотеет. Вспотеет. Почти так же сильно главная бабушка боялась, что Мура замерзнет. Дуся все время сомневалась и мучилась. Если надеть Муре платок под шапочку, Мура вспотеет. Если не надевать платок, замерзнет. Тоже и с кофточкой. Либо вспотеет, либо замерзнет. Было и другое страшное слово. Продует. По Дусиному мнению, жизнь Муры состояла из опасностей и угроз, среди которых были экзотические опасности, ураганы, самовозгорания, зыбучие пески и каждодневные опасности. Вспотеет, продует, замерзнет, простудится, заработает воспаление легких. Дуся, говоря с мужем, называла Муру «она». Мури делали замечание. Не говори о человеке в его присутствии в третьем лице, но между ними Мура всегда была «она». «Она на сквозняке. Закрой форточку». Ей нужны новые туфли. Хотя Мура находилась рядом. «Она подкашливает», — расстроенно говорила Дуся и, подумав, уточняла. «Она собирается начать подкашливать». Дед оценивал ситуацию и брал на себя ответственность. «Надень ей кофточку». «Или сегодня можно обойтись без платка». «Ты, Дусенька, держала бы Муру в кровати, под одеялом, в шапочке, а на прогулку вывешивала за окно в сетке, как курицу. Мура висела бы за окном в сетке, а ты бы трогала ей лоб и совала градусник». У главной бабушки при таком предположении робко и счастливо загорелись глаза. «Ах, если бы это было возможно!» «В сетке, в шапочке!» «Какая была бы прекрасная жизнь!» «Она улыбалась, тихо и рассеянно, как будто знала главную тайну, о которой дед не имеет понятия, и оттого бессмысленно пускаться с ним в споры. Они все втроём были очень счастливы. И да, температура 36,8 вызывала у Дуси беспокойство, а 37,1 — это уже постельный режим». «Нит 104 днейenoэлиэ 4 дней Angie 40, Продолжение следует...